МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ура-каникулы 9 муниципальных оздоровительных лагерей откроют свои двери для школьников. В Самаре проходит мониторинг готовностей детских центров. Крылья Совета в межсезонье потеряли двух футболистов, а гандбольная лада споткнулась в первом матче плей-офф чемпионата страны. Подробности в рубрике спорта. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Госсовета, которое провел президент Владимир Путин. Главной темой встречи стала социальная поддержка граждан и рост их благосостояния. Именно эти задачи являются ключевыми для правительства Самарской области. Сейчас меры соцподдержки получают порядка миллиона жителей губернии. Всего на территории региона действует 147 мер поддержки. В этом году на их развитие уже выделили 37 миллиардов рублей. В ходе заседания Владимир Путин также сообщил, что с 1 июня россиян ожидает повышения уровня прожиточного минимума. Он составит 13 919 рублей и ростом род до 15 279 рублей. Кроме того, неработающим пенсионерам проиндексируют пенсию на 10%. Отдельно обсудили и поддержку многодетных семей. Отметим, что в данный момент в Самарской области действует более 30 мер, направленных на поддержку семей с детьми, семь из которых добавились в прошлом году. В Самарской области продолжают работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. Этот вопрос в регионе считается одним из самых приоритетных и находится на контроле губернатора Дмитрия Азарова. В мае из единого реестра проблемных объектов исключили еще 4, по которым гражданам были выплачены средства. В настоящее время в реестре числится 27 домов, пояснили в Министерстве строительства. По 20 проблемным жилым объектам в период 22-23 годов восстановит права граждан-участников долевого строительства при помощи механизмов правовой компании Фонд развития территорий. По 7 проблемным объектам права пострадавших граждан восстановят усилиями региона. Она всегда оказывается там, где нужна помощь. Ирина Трубочкина трудится с соцработником уже 20 лет. Не просто помогает по дому и приносит продукты, но порой спасает жизни и лечит души своих подопечных. В начале июня соцработники отмечают свой профессиональный праздник, но уже сейчас принимают поздравления. Подробности в нашем сюжете. Про нее говорят социальный работник от Бога. Ирина Трубочкина всегда оказывается там, где нужна помощь. В 20-м году ее признали лучшим социальным работником. Ирина всегда доверяет своей интуиции. Однажды это помогло спасти жизнь человеку. В другой раз Ирина насторожила, что телефон подопечный постоянно занят. Дело было в пандемию, когда активизировались мошенники. Выяснилось, что они вышли на пенсионерку, и та согласилась взять для них кредит. Хорошо, что вовремя пришла. Мы также срочно связались со службой безопасности банка. Банк сказал, да, перевод еще не осуществлен, но счет уже открыт. И вот этим самым мы помогли человеку не ввязаться в материальные вот эти долги. Среди тех, о ком заботится Ирина, Инаида Теплякова. Инаиде Ивановне 75 лет. Она ветеран труда и инвалид по зрению. Говорит, Ирина помогает ей уже 15 лет. Приходя всегда спросит, выпила ли это лекарство, измерит давление, оформляет необходимые рецепты. Раза три помогала лечь в больницу. А однажды выручила еще и сына Инаиды Ивановны, когда у того случились неприятности. В свой выходной день она его убедила, сына, что нужно пойти к врачу, что нужно полечиться, что нужно это. А он из семьи ушел, там получилось так, что все. Ну и короче, она его выходной день сама записала к врачу, повезла с ним, целый день с ним потратила. И поехала, помогла ему. И сейчас тут все, слава богу, хорошо. Она очень помогает. Она и как тебе поможет, и успокоит тебя. Ну просто я ее жду всегда, как лучик света. Профессия «Социальный работник» появилась в России в 1991 году. Помощь пожилым гражданам и инвалидам – одно из приоритетных направлений государственной политики и одно из направлений национального проекта «Демография», инициированного президентом России. Они помогают убраться в доме, помыть посуду, ходят в магазины и аптеки. Большое внимание уделяется здоровью подопечных. Социальные работники измеряют давление, температуру, посещают врачей и выписывают рецепты. Социальные работники большое внимание уделяют восстановлению документов при потере. Они оформляют документы для получения пенсий, пособий, социальных каких-то выплат. Социальные работники предоставляют кратковременный присмотр детям. В Самарской области на надобном обслуживании находится более 50 тысяч получателей социальных услуг, которых обслуживают порядка 5 тысяч соцработников из 10 центров социального обслуживания населения. Виктория Шарой, События. В Самаре на 7 из 15 объектах подрядной организации ведут работы по перевооружению теплотрасс. Первый заместитель главы города Владимир Василенко проверил, как идет перекладка объектов теплосетевого хозяйства. В работе у нас от аэродромной и с переходом партизанской. Здесь протяженность трассы 435 метров. Работы развернуты, 90% трасса вскрыта. Были вопросы, связанные с переходом при домовой территории, ее тоже отработали, решили. Поэтому пока все идет шлятно. Перекладывают теплотрассу на улице Ташкентской от Карла Маркса до Старозагора. Здесь запланирован большой объем, почти 550 метров трубопровода. Закрыта одна полоса движения. Разрабатывается схема ограничения движения по улице Свободы. Там будут монтировать тепловую камеру. Развернута работа в Корсунском переулке на пересечении с проспектом Кирова. Также перекладывают теплосети на улицы Рабочие, Металистов, Пионерское и Гастелло. К проведению летней оздоровительной кампании все готово проинформировали в городском департаменте образования. Она начнется 1 июня. В преддверии заезда каждый детский лагерь проверила специальная межведомственная комиссия. Продолжит тему Ольга Волкова. Повара уже расставили инвентарь, вожатые подготовили культ программу и даже кровати в отрядах уже заправлены. Детские оздоровительные лагеря готовятся к первой смене. Заезды начнутся 1 июня. Чтобы все было на высшем уровне, перед стартом летнего сезона в Самаре прошел мониторинг детских оздоровительно-образовательных центров. В соответствии лагерей всем требованиям безопасности проверила специальная межведомственная комиссия. В целом мы на высоком уровне оцениваем подготовку руководителей к началу летней оздоровительной кампании. Те несущественные замечания, которые комиссия выявляет в ходе осмотра, устраняются либо здесь же на месте, либо будут устранены в ближайшие дни. Поэтому мы можем с высокой долей уверенности говорить о том, что наше образовательное учреждение к приему детей к началу летней оздоровительной кампании 1 июня будут готовы в полном объеме. Этим летом отдыхающих ждут 9 оздоровительно-образовательных центров. Побывать в них смогут почти 6 тысяч детей. Чуть меньше 6 тысяч детей Самары получат возможность оздоровиться в загородных центрах. И у нас еще будут открыться 186 лагерей дневного пребывания с общей численностью детей 15,5 тысяч. Лагеря начнут работать 1 июня и 100% наполняемость. В этом году большое внимание уделили материально-техническому обновлению лагерей. На самом деле в этом году много обновили, корпуса детские, практически все санузлы, все душевые, площадку спортивную, домики для персоналов, медпункт. Детей 230 детей у нас в смену заезжает, 5 смен в течение лета. Лагерь примет 210 детей в смену. 5 смен, они у нас различные направленности. Преимущество нашего лагеря в том, что смены мы проводим модульные, а не тематические смены. Детки приезжают у нас со школ городского округа Самара. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании проведены капитальные ремонты асфальтового покрытия, детских спальных корпусов. Заменены у нас оконные проемы, проведены ремонт капитальных полов, закуплена часть оборудования и мебели. В ходе объезда сегодняшней кампании по приемке летней оздоровительной кампании лагерей, хочу сказать с уверенностью, как мама многодетная, что достойно, с каждым годом все лучше и лучше. И в общем-то деток бы я своих во многие лагеря отправила. Летний отдых будет интересным. Каждый муниципальный детский оздоровительно-образовательный лагерь подготовил тематическую программу на каждый поток. Ольга Волкова, Константин Головин. События. Администрация Самары напоминает, что в период с 15 апреля по 31 октября на территории города установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, а также запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Всем гражданам рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить с мобильного по единому номеру 01 или 101. За неделю 256 жителей Самарской области обратились в больницы из-за укусов клещей. Всего с начала весны 1572 человека. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С 16 по 22 мая случаи в заболевании клещевым вирусным энцефалитом клещевым боррелиозом не зарегистрированы, рассказали в ведомстве. В этом году обработать от насекомых грызунов планируют свыше 4000 гектаров общественных пространств. И о других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. В водоемах Самарской области нашли 15 роколовок и две сети. Их обнаружили на реке Большой Иргис и Большеглушицком водохранилище. Специалисты провели охранные мероприятия по предупреждению и пресечению фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства. Составлен протокол об административном правонарушении. В Самарской области из-за ремонта на участке Тургеневка-Кенель изменят график движения еще одной электрички. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании. Так, 13, 14, 15, 20, 21 и 22 июня поезд 6503 Похвестного Самара проследует по измененному расписанию. Из Похвестного состава будет отправляться в 11.03 и прибывать в столицу региона в 13.48. Ранее пассажиров предупредили об изменении их в расписании электрички Безенчук-Сызрань. На участке реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары начали работы по устранению дефектов дорожного полотна. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. В 2017 году этот участок реконструировали к проведению Чемпионата мира по футболу. Пятилетняя гарантия на верхний слой дорожного покрытия истекает в декабре этого года. Подрядная организация, выполнявшая работы, обязана безвозмездно устранять выявленные дефекты. Все работы будут выполняться в ночное время без закрытия движения. Завершить их планируют к концу мая. В Самаре восстановили движение трамваев. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Сегодня утром движение трамваев, маршруты которых проходят по улице Новосадовой, было восстановлено в полном объеме, рассказали в ведомстве. Ранние интервалы движения этого вида общественного транспорта пришлось увеличить из-за восстановительных работ на подстанции. Строительство первой линии метро в Самаре планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщили на совещании, которое провел первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В настоящее время на строительной площадке ведется демонтаж контактной сети и геологические изыскания. Завершено обследование зданий, находящихся в зоне влияния строительства. Станция Театральная завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской, от улицы Полевой до Ульяновской. Затем по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. В Самарской области за сутки зарегистрировали 72 случаи заражения коронавируса. Общее число заболевших в регионе 383 тысячи 789 человек. Такие данные в четверг 26 мая опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Выздоровели 129 пациентов всего с начала пандемии. Из больницы выписали 374 тысячи 833 человека. Российские предприниматели 26 мая отмечают профессиональный праздник. В этот день они собрались в Самарском бизнес-инкубаторе на деловой завтрак, чтобы принять поздравления, а также подвести итоги работы за минувший год и наметить планы работы на будущий. Подробности в нашем сюжете. Я вас поздравляю. Успехов в реализации самых амбициозных планов. Знаю, что они у вас есть. Среди собравшихся лидеры различных отраслей предпринимательства. Они работают в сфере туризма, питания, грузоперевозок, в производственном секторе, занимаются изготовлением сувенирной продукции. Деловые завтраки проходят ежегодно. На них подводят итоги предыдущего периода. Строят планы на будущее и, конечно, принимают поздравления с профессиональным праздником. 26 мая отмечают День российского предпринимательства. Естественно, на этом мероприятии мы как раз вместе с бизнесом определяем наиболее острые, наиболее важные для них направления и вносим изменения в эту программу. Ну и, конечно же, в этот день хочется пожелать всем предпринимателям успехов, реализации самых амбициозных, самых масштабных планов, ну и, конечно же, здоровья. Светлана Лазарева в бизнесе с 2014 года. Занимается междугородними перевозками негабаритных грузов по всей России. Сотрудники Светланы на тралых возят буровое и нефтегазовое оборудование на нефтяные месторождения. Усть-Кут, Артем, Комсомольск-на-Амуре, Мурманск, Санкт-Петербург и Архангельск. И это только часть географии. Сейчас большинство единиц техники простаивает, и грант на погашение процентов по кредиту оказался как нельзя кстати. Светлана говорит, в качестве поддержки от города удалось получить 400 тысяч рублей. На сбор документов было дано два месяца. Этого оказалось вполне достаточно. Сейчас на данный момент, конечно, очень тяжело в наше время выживать. Поэтому вот спасибо большое, что у нас действительно существует такая программа, как грант. В наше тяжелое время это большая поддержка для бизнеса. И действительно эта программа не просто так существует, она действительно работает. Сейчас в Самаре действует программа поддержки малого и среднего предпринимательства. С 2018 года объем средств, направленных на реализацию программы, увеличился более чем в четыре раза и составляет около 70 миллионов рублей. Только на грантовую поддержку в этом году выделяется 24 миллиона. На сегодняшний день выплатили 13 миллионов 200 тысяч рублей. В рамках этой поддержки до 400 тысяч рублей могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства на возмещение процентов по кредитам, взятым на оборотные цели или на пополнение основных средств. Кроме того, городские власти помогают предпринимателям обучать специалистов в разных отраслях, проводят выставки, форумы как в Самаре, так и за ее пределами. Бесплатно вывозят предпринимателей на федеральные выставки, где они могут представить свою продукцию и услуги. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. Ветераны городского молодежного клуба «62» вновь собрались на творческий вечер, как это бывало в середине прошлого столетия, для того, чтобы вспомнить первые два куйбышевских концерта поэта и актера театра и кино Владимира Высоцкого. Как повлияло творчество народного артиста на жизнь людей в закрытом городе, расскажет наш корреспондент. Средь облывших свечей и вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие вид. Владимир Овчинников творчеством Владимира Высоцкого увлекся после его выступлений в Куйбышеве 24 мая 1967 года. Песни народного артиста ветеран исполняет от чистого сердца. Высоцкий научил инженера-конструктора, строившего Самарское метро, жить без черновиков, жить так, как звучат песни актера Стаганки. Меняются взгляды на жизнь, меняются отношения к жизни. Вот его это прямота такая, его слова, которые пробирают до сердца. Эти песни нельзя петь просто, понимаете, их надо петь так, чтобы действительно рвалась душа, чтобы надрывался, может быть, голос. Но он так это пел. И если так не чувствуешь, то лучше эту песню петь. Привез Высоцкого в Куйбышев на гастроли ГМК-62 городской молодежный клуб. Альтернативная комсомола общественная организация. Ее участники не только занимались творчеством, но и обсуждали насущные проблемы современности. А Владимир Высоцкий, по их мнению, был рупором правды. Поэтому на свой пятилетний юбилей ГМК-62 пригласил столичную, тогда еще восходящую звезду эстрады, на два концерта – филармонию и в ДК Держинского. После Держинки мы часов до двух ночи катались на трамвайчике. У нас одного нашего товарища, значит, отец был начальник Луфского пароходства, он отдал трамвайчик нам до нас. Ну и вот у нас человек 20 было. Ну и потихонечку по Волге туда вниз, потом вверх. Самарский, почитатель творчества Высоцкого, уверены, его произведения актуальны до сих пор. Если сегодня Высоцкий был бы нужен, потому что мне кажется, что сегодня должен появиться тот человек, который своим творчеством, может быть, даже оголенным где-то нервом, нас будет сплачивать вокруг вот нашей идеи. Потому что действительно сегодня мы живем в сложное время. Это время незастойное, которое выпало на долю Владимира Семеновича. Нам тоже нужен тот человек, который готов высказать свою позицию и которая, в принципе, найдет вот какой-то камертон в наших сердцах. Песни Высоцкого до сих пор звучат в сердцах ветеранов ГМК-62 и молодежи. В 55-й день памяти первых концертов в Самаре поклонники его творчества собрались в областной библиотеке и устроили творческий вечер. Я спросил в зал сегодня, в чем сковорство между Владимиром Высоцким и озером Байкал. Никто не ответил. Я думаю, что это национальная гордость России. Вспоминают о Высоцком и самарские поэты. Некоторые их стихи посвящены его творчеству. Иду на грани без сознания, по грани тела и души. Как учит жизненная школа, где есть вопрос, там есть ответ. Иду по грани фола, по грани чуткой. Да и нет. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Крылья Совета в межсезонье потеряли двух футболистов. Гандбольная Лада споткнулась в первом матче плей-офф чемпионата страны. Зато самарский борец с первой попытки выиграл в Лиге Поддубного. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Футбольный сезон закончен, но футбольная жизнь продолжает бить фонтаном. Крылья Советов покидают Максим Канунников и Иван Игнатьев. У одного закончился контракт, у второго – аренда. Канунников за четыре сезона забил шесть мячей. Игнатьев попал в команду этой зимой и до конца чемпионата отметился одним голом. Гандбольная Лада проиграла первый матч серии плей-офф в чемпионате страны. Тольяттинская команда сражается за третье место против «Звенигородской звезды». Первый тайм они выиграли со счетом в 18-14. Во втором игра стала трещать по швам, и уже к финальной сирене волжанки сдались. Когда на табло горели предательские цифры 30-31 не в их пользу. Самарец Павел Белкин стал чемпионом Лиги Поддубного. Это новый турнир в мире борьбы. Элитный дивизион собрал на борцовском ковре лучших спортсменов планеты. Национальных чемпионов, чемпионов Европы, мира и Олимпиады. Павел Белкин в финале положил на лопатки в греко-римской борьбе Эмина Сефершаева. Судьи зафиксировали счет на табло 4-1 в пользу самарского победителя первенства Европы. Эксклюзивный проект телеканала Самары ГИС. Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила жителей города с Днем предпринимательства. Сообщает в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. Мэр города отметила, что этот праздник свидетельство уважения к труду тех, кто весь свой энтузиазм, энергию и талант направляет на создание и преумножение национального богатства, осваивает новые виды деятельности, создает в нашем городе рабочие места и повышает уровень жизни самарцев. В Самарском районе состояло заседание Общественного совета микрорайона номер 8 «Заводской». Информацию об этом разместили в телеграм-канале. На мероприятии подвели итоги работы за 2021 год, вручили заслуженные награды, а также наметили планы на будущее. Глава района Роман Розюков озвучил действующие программы по благоустройству дворов. В телеграм-канале Департамента образования рассказывают о проекте Приволжского федерального округа «Герои Отечества», в рамках которого проводился региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб». Победителем стало отделение кадетского корпуса центра «Авангард Самара». В Красноглинском районе города запустили новую рубрику «Красноглинские фокуси». Желающие могут скидывать фотографии района в телеграм-канал администрации и выкладывать на своих страничках в социальных сетях соответствующим хэштегом. Самые лучшие и красочные снимки будут опубликованы. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!